Марат, поздравляем с победой. Как все прошло? Очень сложно, как я и говорил. Я же говорил, я редко в прогнозах ошибаюсь. Так же получилось, как я и говорил. Я настраивался именно на такой бой. Именно на такую зарубу, прям все детально. Последнее вот это поражение. Возможно, оно повлияло на то, что ты вновь решил вернуться? Конечно же, так заканчивать никак не вариант. Но я не хочу здесь рассказывать сказки. Финансы поют романсом. Мы из-за этого вернулись. И мне нужно привозить свою академию «Мотиватор Тим» в порядок. Клуб свой. Требует вложения туда. Просить у кого-то я не могу и не буду просить. И приходится вот так идти, самому зарабатывать. И мы заработали. Пока что-то вложим, там дальше посмотрим. Что скажешь о сопернике? Чем он удивлял тебя, возможно, во время поединка? Этого соперника после второго раунда начинаешь уважать. Потому что он полностью выкладывается. Он молодец. Потому что я его и до этого бои смотрел. Я из-за этого очень сильно настраивался. И вам тоже говорил об этом. Этот человек просто так ничего не отдаст. Он корявый, он низкий, он пузатый. Все говорили, он депутат, политик, еще что-то. Но меня в заблуждение никто не ввел. Этот парень очень крепкий и очень сильно держит удар. Поверьте мне, у него глаза крутились. Я попадал ему по голове, крутились, вертелись. Но он восстанавливался, держал удар. Ему там кричали что-то, бразил, бразил. Видать, какие-то мотивирующие слова. Он был никакой после второго раунда. Но он терпел и еще пытался идти вперед. Он молодец. Чувствовал удары, нанесенные, которые по личности? Конечно, прямо и по челюсти, и по голове. Я чувствовал. Он терпел. Он молодец. Я его зауважал. Я заметил на трибунах тренера. Почему он был на трибунах? Почему не в углу? Мы изначально, как бы, он зашел отдельно. Потом мы его хотели секунданты взять. Уже было поздно. Очень строго. И но. Очень строго в ИСЕ ведут дела. Но это хорошо. Нужен порядок, нужна картинка. Чтобы не было, как у других, там дерутся посреди клетки. Еще что-то. Бардак по этим, по разминочным этим чужие люди ходят. Это все было исключено. Работа лиги была четко слаженная. Я заметил, с ними даже ругались люди. Они держали оборону. Ну, тем более, столько и Кавказцев было, и Сибирюков. Они все четко все проделали. И не пускали никого. Только в конце уже Савелья пустили из-за возраста его. А так, конечно же, он нужен был. Но сейчас я позвал своего тренера Никитина. Так как Нагейра фамилия сама себе говорит. И это, возможно, последний бой. Из-за этого Никитин тоже должен был присутствовать со мной вместе. Мы с ними все-таки братья. Мы с ним начинали. Мы с ним дошли до пояса. А он со мной никуда от меня не делся. Кстати, вот ИСЕИ как отреагировало на твое возвращение, возможно? То, что ушел, пришел. Вообще, вот их взаимоотношения, никаких недопониманий нет? Ну, я с ними разговаривал, жаловался даже, что ко мне отношения немножко как-то... Я все-таки уже сколько лет в ИСЕИ, очень большая публика, там, в Питере ко мне шла и то, и все. И они очень быстро отреагировали. Дали возможность мне. Сразу не стали подставлять 70 килограмм, там, на топов кидать меня. Ну, немножко заботиться обо мне как продукт ICB. Я же продукт ICB, они меня создали. И они мне заботятся и не стали подставлять под молотки. И вот на гейру запустили, на гейру такой тяжелый оказался, что это далеко не подарок. Он жаловался, какие-то недопонимания все-таки были? Ну, там просьбы какие-то, да, там были, на уступки не шли. Но я это понимаю, потому что нужен порядок. Какой бы звезда ни был, ко всем относятся одинаково. Но сейчас, видишь, как получается, что UFC, что в разных лигах берегут своих звезд. Из-за этого у них они держатся и остаются, да, а где-то они сбегают. Из-за этого, видать, политику нужно немножко менять и как-то беречь своих людей. Не могу не отметить, ты выходил с двумя флагами, ты говорил об этом, что выйдешь по отродную песню. И в конце ты отметил троих борцов вольного стиля и дагестанцев. Тоже троих, которые будут на Олимпиаде. В связи с чем? В связи с тем, что впереди Олимпиада. Ну, песня застинских борцов, они у нас молодцы. Ребята, я хорошо знаю, кто поедет на Олимпиаду тоже, кроме Козыря. Козырь такой из ниоткуда выпрыгнул. У тебя тренер, один из тренеров дагестанец. И он... Кого ты имеешь в виду? Ну, рядом с тобой. А, это, конечно, это мне не тренер, это мой брат. Благодаря Гаджи я вот три раунда луплюсь, у меня бедного приводит в себя после этих сгонок. Благодаря ему вот держусь три раунда, это я не скрываю. Это даже не врач мой, это мой брат. И большое спасибо ему. Благодаря Куке Татьяне Кукаевой, она огромную работу проделала. Она сейчас, я думаю, что недели две будет как труп спать после такой проделанной работы. Ну, и, конечно, Савелий Моисеевич. Я специально же знал, что будет такая песня, будет поддержка для борцов. Из-за этого Савелия, конечно же, нужно было. Савелий просто занимался очень много проблем у него, там занимался своими делами. И под конец я его выдерну. Не хочу уже, ему уже такой возраст, таскать туда-сюда. Ну и, честно говоря, таких возможностей тоже нет. Там все думают, Марат мотиватор, там летает в облаках, но это далеко не так. Слушай, почему борьба вольного стиля? Почему ты именно на этом сделал акцент? Обычно у тебя своих проблем, свои клубы. Ты мог поблагодарить кого-то, на что-то сделать ориентир. Но ты отметил именно борцов, пожелал им удачи. Вот мне интересно, вот это направление мысли, откуда у тебя появилось? Потому что я сам вольник. Я сам вольник. С детства училище Олимпийского резерва закончил. Хотел выиграть Олимпиаду. Тренировался в Осетии. У нас вот с Савелем Моисеевичем Марик Тедеев был мой тренер, тоже второй. Мы хотели выиграть Олимпиаду. И я сорвался, молодым немножко понесло, как говорится, молодые мозги. И оказался в местах на 10 лет. И сейчас, если бы не вольная борьба, я уже в начале ОСБ где-то был бы нокаутирован. Я при помощи вольной борьбы вылез, оставил свою голову целой среди этих боев. И благодаря борцовской технике, и прежде всего осетинской технике. Ну и, конечно же, я начинал в Туркмении. Училище Олимпийского резерва у тренера Терракопьяна Владимира Акоповича Усучкова. Всем им привет в Туркмению тоже. А то я о них всегда забываю. Братьям моим в Туркмению, всем привет в Мурманск. Не буду говорить пока.